МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Открытие мемориального комплекса у вёсцы Алла и чугуночного маршрута у Светлогорску. Президент за рабочая поездка и наведал Гомельскую область. День памяти и смутку. Сегодня 79-я годовина, початку Великой Чинной войны. Объект историко-культурной каштовности. У Мазары дзер реконструкция одного з найстарейших будынков Дома дитячей творчести. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Открытие мемориального комплекса Алла и первый электротягник на участку Светлогорск-Жлобин-Минск. Напередодний президент Беларуси Александр Лукашенко здействнил рабочую поездку в Светлогорске район. Заходом визиту сочили наши корреспонденты. Идею обстворения у вёсцы Алла мемориального комплекса у першыню огучили прикладно пять годов тому. 14-го студеня 1944 года карники спалили и расстреляли тут 1758 мирных жахаров. В тем лику – 950 детей. Вырытовалися усяго некольки человек. Потом яны рассказывали об пережитым так, что слухачи не могли стремать слёз. Мы приезжали с большой группой, а у того вот где-то 60 человек. Мы брали молодёжь и брали ветеранов и непосредственно людей, которые пережили это всё. И когда выступали ветераны, вот я не помню фамилию, мужчина, который здесь выступал, и рассказывал, как это что было, что стояли все и плакали. Ну, конечно, почти 2000 человек погибло, с них почти тысячу молодёжи, детей. Это же очень-очень-очень трогательно. Удел в ауражистом открытии мемориального комплекса «Алла» при мая президент Беларуси Александр Лукашенко. По словах керавника державы, 75-я годовина Великой Перамоги стала годом «звороту до памяти» об трагичных сторонках лёсу беларусского народа. «Боль у наших сердцах не стихая, але горкая правда у тым, что чем далей мы от страшных падей Великой Айчинной, тем боль затягиваются душевные раны. И мы разумеем, что празгады к кожному новому поколению будет боль складана, усведомлять покутые страты, які выпали на долю протков», каже Александр Лукашенко. «Будет трудно представить жестокость и лёгкость, с которыми фашисты отнимали жизнь у стариков, женщин, младенцев, поверить в искреннюю готовность людей умереть за Родину. Но всё это было. Молчаливые свидетели преступлений фашистов Наши хатынь, Красный берег, Трестенец, Яма, Борки, Ола, Алла, Братские могилы и каждый квадратный метр нашей земли. Они хранители правды. Наш священный долг – сберечь её и передать следующим поколениям». Вёску Алла Червоная армия вызволила прикладно праздватыдни после трагедии. Сёня останки мирных же хоров и солдат, которые загинули в боях за эту территорию, усяго 2253 человек, похаванные в одной братской могиле. Подчас Великой Айчинной оккупанты полностью, эти частково спалили в Беларуси больше, как 5000 вёск, 186 которых не обновились. Открытый в Светлогорском районе мемориальный комплекс напыл на самобуйный Украине помник загинулшим вёском. Беларусь мая намер и далее заховывать соправдную историю, для того, как каждое новое поколение разумело сенс свободы и незалежности. Люди придут приходить сюда, удивляться и понимать, что фашизму никогда не будет прощения. И всякие нынешние попытки его обелить, облагородить, сделать менее преступным отпадут, когда люди придут в этот мемориал. В этот день президент Беларуси принял удел у открытия руху электротехнику на участку Светлогорск-Жлобин. Проект реализованный в рамках державной программы развития транспортного комплекса Украины. Основная мета – повысить транзитную привабность международных транспортных колидоров, которые проходят по территории Беларуси. Непосредственно для ЖХР Украины это еще и новая якость послуг. Подключение до интернета, климат-контроль и принциповая иншая форма обслуговывания. А прощата готяпер доехать до Минска можно на час худшей. ЖХР и Светлогорска переваги нового транспорта оценили одразу. Вы не поверите, как это нужно. Я уже жду, не дождусь, когда поедем в Минск. Потому что, знаете, у нас много вопросов таких, которые нужно именно в Минске решить. И как-то, когда сокращается промежуток времени в дороге, это очень хорошо. Особенно расписание понравилось. Что можно утром рано поехать и вечером уже быть дома. Олег Сенцюров, Ольга Кнавалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». 22 червня 1941 года день, когда начался самый трагичный этап в белорусской истории. Великая чинная война для Беларуси это миллионы загубленных жителей и сотни километров выпаленной земли. Краина памятная боли, жахты, темных часов, кабьяны никогда не повторились снова. Об этом, как прошел «Гомель» день смутки и памяти. Наступный сюжет. Все лета 22 червня во всем вылучалась с шероху опошних дзен. Летняя спякота сбавила моц, солнце быцем растворылся в шерох небесах. Сдаеца навод на дворе своим спакоем и задуменностью говорить. Гэтый день особливый. На митингу, який отбылся на площади працы, каля вечного огню, молодцы, представники старейшого поколения пригадали военную историю. Вядомо, что початок войны супау за пошними звонками у научальных установах. Сероятных, кто первыми стали на оборону родимы, были минавиты молодые люди, учарашние студенты. Мероприемство нагадало молодцы, якой ценой досталася перемога над немецко-фашистскими захопниками. У складанник веток и хвилина маучанья, падяка тым, хто отдау житти за свободу и незалежность Айчыны. Молодежь как никогда помнит эту дату, чтит традиции. Сегодняшний день дает нам понять, что мы можем жить без войны, мы должны жить без войны. Что год у гэтый день сквер имя Андрея Грамыки напауняют песни военных часов. У концерте реквиями удельничают наученцы гомельских школ мастатствов и центров творчести. Изменяется час, у суда леи дети и подлетки отпаде амаль 80-годовой давности. Али усе разумеют, жахи войны повинны назавсёда застаться уминулым, к обслужить урокам наступным поколениям. Невозможно испытать ту боль, невозможно испытать ту горе. Дети, которые не знали, что такое голод, никогда не смогут реально это пережить. Тут помогают только, наверное, театральные навыки. Это тяжело, это не очень комфортно. Иногда приходится приводить очень жёсткие примеры, но, тем не менее, я считаю, что нам удалось донести до детей эту информацию. Это очень страшно. Это всё очень печально и страшно. И сражались все страшно. 79 годов и мгнение в масштабах истории. Боль минулой войны усе еще живе у сердцах людей. Память и подяга тем, кто охверовал с собой для нашей будущей, то, что допоможет краине, как мога продолжай заставаться под мирным небом. Миколай Скинсиан, Игорь Марышенко, телерадо и компания «Гомель». Об можностей и героизме советских солдат в годы Великая Чинной войны написано немало книг и до этого часу з'являются новые творы. Свою лепту во уславление солдатского подвига унес гомельский журналист Дмитрий Чарнявский. Сегодня в музее Палац Времянцевых и Паськевича отбылась презентация его книги. С подробностями наш корреспондент Павел Михно. На протягу многих годов Дмитрий Чарнявский займауся выучением материалов, які разповедают о подеях Великой Айчинной войны. С этой метой он брау интервью у ветеранов и публиковал артыкулы на сторонках городской газеты. У вынеку асенсывания того, что уже было сделано и что еще можно сделать, повстала идея. По прикладу персонажа твора Александра Твардовского Василя Теркина придумать своего героя. Створить некий сборный образ, в котором читачи смогли б спознать своих батьков, дядов и прадедов, які змагалися с ворогом. Менавито так заявился на свет документально-мастатский нарыс боевыми дорогами Рыгора-Ильина або три стадиона на заход. Это книга о том, как бойцы Красной Армии 300 дней шли на запад, освобождая Беларусь. В полотно повествованию плетены реальные солдаты-офицеры, избавившие родную землю от оккупантов. Так, например, там рассказывается о форсировании Днепра, о подвиге 22-городейцев под Полоцком, о боях за первый форт Гродненской крепости. Книга адресована всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Тема Великой Айчыны войны мая для беларусов неоценное значыння. Трагедия закранула литерально кожную сямью. Менавито тому так важно засвоить уроки минулого и ни в якем разе не робить помылки у будучыни. И не выпадково на презентации можно было убачить немало молодых людей, бо для подрастающего поколения книга быцем подороже у минулая их героичных прадедов. Вы знаете, символично, что это мероприятие проходит 22 июня в этот день, который когда-то поэт сказал о нем, что это самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Мероприятие посвящено нашим отцам, дедам, прадедам, тем людям, которые отстояли и победили. Не зная, сколько продлится война, в победу они верили с первого дня войны. Сопрацовники музея упынены, что творческие шляхи завтра Дмитрием Чернявским еще не раз будут пересекаться. А жихаров и гостей города напереде чекают еще не малозначных культурных падей. Павел Михно, Игорь Марышенко, Тель-Радио компания «Гомель». До инших тем, легендарная белорусская сгущенка зараз и на Близком Усходе. Рогачевский молочноконсервовый комбинат начал поставлять продукцию в Дубай, буйнейший регион объединенных Арабских Эмиратов. Эпид-ситуация у света Амаль не поуплывала на работу предприемства. Ни один замежный контракт не порушены. Больше как 80% выработал идея на экспорт. Один из новых рынков объединены Арабские Эмираты. Что месяц комбинат отправляет в Дубай два контейнера продукции огульной вагой 40 тонн. На основе анализа наших продаж, нашей продукции в Дубае мы видим, что мы составляем достойную конкуренцию такому мировому лидеру, как Нестле. А кроме того, предприемства протягивая поставки в США и Израиль. Продыши сгущенного молока в Россию повеличились на 30%. Диверсификация протягивается вслед за Эмиратами, белорусским продуктам затекавились в других державах близкого исхода. Городский поселок Октябрьский с устракой свежими шмат поверховками, побольше с якими стрела крана зависла над будовничной пляцовкой. У сего поселка три микрорайоны, два з их новая. Кватеры тут нетанные, бо район в экологичном плане лечится чистым. Зато и те, кто мая потребу поляпшения жильевых умов, могут отримать властное жилье в новом доме. Семью, якая вось вось справить новоселье, погутарила Марина Джалая. У свою трошку с четырьмя детьми худко заселятся Комаровские. Основный ресурс держит под трымкой для шмодетной семьи. Частка сродка властное сбережение. Просторная квартира продавалась уже с ремонтом. Засталось обставить меблей. У жнивни Олена, Денис и их дети плануют отсветковать новоселье. Поколь живут в невеликом приватном доме. Два годы тому, колькость их детей повеличилась одразу вдвоя. Олена народила двойню. У Артема и Уладика заявились сестрижки Вероника и Доминика и стало тесно. Муж и жёнка кажут не чекали, что тримают в этом доме квартиру. Чаргаш великая. Комаровским пошанцевала. Некольки дён тому им уручили ключи. Зараз семья с гонором проводит экскурсию по уластных метрах для нашей сдымочной группы. Мы подходим к нашей квартире. Наша трёхкомнатная квартира. Здесь будет зал. Здесь кухня. Сейчас мы идём в детские. Это комната для наших мальчишек. Здесь мы заказали шкаф. Две кровати будут стоять и на всю стену стол письменный. Артём и Уладик облюбовали себе покой и уже ведают, какая мебля у них будет стоять и кто станет сочить за парадком. Здесь будет шкаф, здесь и здесь кровати, а там компьютер и стол. С братом будешь делить комнату, да? Да. И ты с ним жил до этого тоже в комнате? В одной, да? Не в одной. Не в одной, а сейчас будете уже вместе? Да. Как вы настроены? Будете ладить? Дружить будете? Ну да, будем дружить. А порядок будете наводить в свои места? Да. Браты дома не наводят, но, может быть, наводить здесь. Денису больше досподобы жить в приватном доме. Кажет, продавать его не будут, покинуть уякости дачи. А лякватера для великой семьи вельми своечасова. Доброе, что Октябрьским будуют домы. Большой плюс, да, в том, что квартира сдавалась с отделкой, то бишь ничего практически делать не нужно. Заезжай, заставляй мебелью и живи себе в свое удовольствие. Дальше, на 1 червня у Октябрьским на улику тех, кто мает потребу в поляпшении жильевых умов, находилось около 100 человек. До конца года жильем плануют забеспечить усех. Всего ж, по области селета для этой категории грамадян с держподтрымкой побудуют около 170 тысяч квадратных метров. Это крыху больше, чем было летось. Марина Джала, Евген Макенко, телерадио-компания Гомель из Октябрьского района. Темчасом у Мазары протягиваются масштабные ремонтные работы. Пошираются дороги и обновляются фасады. Активные диреконструкции одного из наистарейших будинков в городе Дома дитячей творчости. Контроль за выполнением работ ведется на каждом этапе. Будинок належит до историко-культурных каштовностей. Он был побудованный в 1901 году, даже не смотря на больше 100-годовую историю, и сегодня упрыгоживает город своей уникальной архитектурой. Фасад, замена инженерных сетей, устройство полов, стяжек, замена электрики, оконных проемов, дверных проемов, стопроцентный, комплексный капремонт. Все работы, которые делают строители, они согласовывают с научным работником, который четко следит за соблюдением всего исторического, что здесь было, за его сохранением и неизменением, скажем так. С куратором администерства культуры узгодняются усе дробязи, важность проставляя кожный ковалок цеглы. Знешний будинок практически не изменится, однако, заховавший историческую каштовность, его максимально обновять. Закончание работ заплановано на листопад этого года. С пякота спаде. У прогнозе на ближайшие сутки ливни и на вольнице. Сегодня и завтра у регионе чекаются мощные опадки. Максима взмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. А наступные дни, працеванных оттыйдня, будут солнечными и ясными. На дворе усталиваются досыть комфортные в ночи до 20, в день до 25-27 градусов тепла. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте! Дорожная обстановка продолжает накаляться. За истекшие выходные дни сотрудниками ГАИ Гомельской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и четыре получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из них один несовершеннолетний. Наезд на ребенка произошел в субботу в деревне Кравцов Кагомельского района. Около семи вечера, двигаясь на автомобиле ВАЗ по улице Победы, 32-летний водитель не успел среагировать на внезапно оказавшегося на дороге ребенка. Мальчик выбежал из автобуса и водитель не смог наезд на ребенка. Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в период летних каникул дети предоставлены сами себе. Напоминайте им о соблюдении правил дорожного движения и что необходимо быть особо осторожными при пересечении проезжей части. Еще один ребенок оказался в эти выходные на больничной койке из-за невнимательности родителей. На полутора годовалом малыше загорелась одежда. В Гомельскую городскую клиническую больницу номер один кареты скорой помощи с ожогами 50% тела доставили маленького жителя Ельска. Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение в тяжелом состоянии. По предварительным данным установлено, что ожоги практически всей верхней части тела мальчик получил накануне вечером, когда хотел бросить игрушку в открытый огонь на территории дачного дома в присутствии матери, находящейся в декретном отпуске. На малыше воспламенилась одежда. Медики предпринимают все усилия, чтобы сохранить ребенку жизнь и облегчить боль. Благодаря бдительности соседей и оперативности спасателей в Гомеле на пожаре спасена пенсионерка. Накануне поздно вечером служб спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что в многоэтажке по улице Хатаевича присутствует запах дыма в подъезде. Спасатели, прибыв к месту вызова, обнаружили его источник. Дым сочился сквозь двери трехкомнатной квартиры, расположенной на предпоследнем этаже 12-этажного панельного дома. В квартире проживает 63-летняя пенсионерка. При проведении разведки спасателями на полу в кухне была обнаружена в полубезоснательном состоянии хозяйка квартиры 1957 года рождения и вынесена на свежий воздух. Передана работникам пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС. С дальнейшей госпитализацией в медицинское учреждение. В результате пожара огнем повреждена электрическая варочная панель, на которой имелись следы пластмассового предмета, предположительно, пищевого контейнера. Пожар возникновения нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Очередное чрезвычайное пришествие на воде. В Лоевском районе перевернулось маломерное судно. Рыбак оказался в воде, но был спасен. В субботу в 6 часов вечера работники МЧС Лоевского района выехали на спасение утопающего. Несколькими минутами ранее местный житель по телефону сообщил, что на реке Днепр в районе деревни Страдубка в 60 метрах от берега человек находится в воде. На нем спасательный жилет руками держится за деревянную лодку и просит о помощи. Прибыв на место и спустив лодку на воду, спасатели подплыли к мужчине и доставили его на берег. Затем передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи. Как оказалось, 63-летний пенсионер во время рыбалки выпал из лодки, стоящей на якоре, и самостоятельно выбраться из воды не смог. В течение получаса, держась руками за борт, он звал на помощь. Яркий цвет спасательного жилета, благодаря которому рыбак все еще находился на плаву, привлек внимание проходящего мимо человека и тот вызвал спасателей. Состояние спасенного рыбака удовлетворительное, в госпитализации мужчина не нуждался. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Серебряное проклятие так уже успели окрестить итоги последних сезонов для Гомельского ВРЗ. Дружина Анатолия Яновского записала в свой актив четвертое кряду серебро чемпионата Беларуси по мини-футболу. Исход решающего матча в финальной серии против Витена решили стандарты. Артем Рося оформил хит-трик. Дважды в первом и во втором таймах он наказал вагоностроителей за перебор фолов с 10-метровой отметки, а также реализовал пенальти сразу после перерыва. Начало похода Витена за чемпионством в этом матче положил Антон Гусаков. Гол был забит после розыгрыша штрафного. Отыграть такое отставание вагоностроители не смогли. Дмитрий Лойс записал на свой счет единственный гол ВРЗ в этом поединке. 4-1 Витен празднует чемпионство. Мозырская славя одержала домашнюю победу в 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги на выгранной Смолевичи. Все голевые события в этом поединке уместились во временной отрезок с 50-й по 55-ю минуты. Сначала Максим Слюсар реализовал пенальти. Вскоре Алексей Вакулич цифры на табло уравнял. Победу Мазырянам принес Деннис Тетех. В турнирной таблице славя на 11-м месте. Лидирует Батэ. Николай Сусло вновь в Гомеле. Хоккеист подписал годичный контракт с Рысами. Форвард практически всю карьеру провел в структуре Гомеля. Лишь в минувшем сезоне он отлучался в ряды неманам. Загродненскую дружину Сусло провел в регулярном чемпионате 51 игру и набрал 22 очка. В восьми матчах плей-офф на его счету два результативных балла. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин